Подошла к концу очередная смена самого известного среди детей лагеря Артек. Вернулись, отдохнули, все довольны, уставшие немного после перелета, но довольные. Сначала в автобус сели, пришли в себя, и уже когда поняли, что до родного дома совсем близко, пошли эмоции, пошли впечатления, всю дорогу нам рассказывали, особенно ребят из морского отряда, у них было большее количество впечатлений, рассказывали, как они на шлюпках моря открыто выходили, как изучали эту шлюпку, в общем, здорово. Отдохнувшие дети, безусловно, радость для родителей, тем более, если они отдыхали на самом лучшем российском курорте. Это значит только две вещи, ведь в следующий год ребенок будет проситься обратно, а памятная фотография его друзей из отряда будет стоять в квартире на самом видном месте. Море черное, колечный пляж, корпуса, вожатые хорошие были. Отдых очень, супер просто. Мы поднимались на югах, гора такая, и мы ездили в Севастополь, город, там гуляли, а по самому Симферополю, где лагерь как раз находится, мы там не гуляли. Ну я поехал, да. Понравился лагерь. Я не против еще раз ездить. Детский лагерь Артек – это, безусловно, не только различные походы, мастер-классы, фестивали, экскурсии, но и настоящая школа самостоятельной жизни. Много что нового узнали, думаю, пригодится это все. Мы выходили на шлюпках в море, мы вязали узлы морские, то есть мы вязали на руках и на станке, мы таки семафорили, тянули канат. И вот к чему мы это все шли, вот мы тренировались. У нас были соревнования между лагерями. Было четыре лагеря, и между ними проходили многоборья. То есть там были текелаж, семафор, плавание, канат и шлюпка. Какими эмоциями для ребенка запомнится первый лагерный день, не могут предсказать не то, что вожатые, но и родители. В первый день, когда мы отправили детей, вечером того же дня, одна из родительниц позвонила с некоторым волнением, я бы сказала, потому что мальчик позвонил домой и спросил, сколько денег в конверте ты мне дала? Мама говорит, четыре тысячи. Мне хватит доехать автостопом до дома. Мама в шоке, звонит мне, что же делать, куда мы отправили детей. Но, буквально созвонившись с другими родителями, или там с детьми, потом сказали, что нам в лагере сказали старожилые, что через два дня вы влюбитесь в этот лагерь. Ну, так и случилось. Через два дня детей было уже не оторвать от их дел, и мальчишки звонили крайне редко домой, потому что целыми днями были заняты. Наш автобус среди машин выделялся не только ярким желтым цветом и надписью «Дети», но и щебетым ребят, которые были все еще под впечатлением от времени, проведенного в лагере. Вы ребята молодцы! Арте-капцы! Наш любимый ОНТ! Не забудем вовек! Наш любимый Речной! Мы навеки с тобой! Встречали детей так, как подобает нашей олимпийской сборной. Цветы, шарики, аплодисменты, искрящиеся улыбки. Почему Артек? Ну, это такой вопрос риторический. Вы знаете, я сама выросла в Крыму, была в разных в свое время лагерях. Но, конечно, Артек для меня был мечтой и не сбывшейся в моей жизни. Ну, вот моя девочка, доченька осуществила мою мечту. Конечно, отправлять было немножко тревожно, все-таки еще 10 лет, перелет. Хотя она у нас такая путешественница бывала, и много где-то была, но без родителей. Но, конечно, все тревоги моментально рассеялись, хорошо была организована отправка всех детей группой. Большое спасибо Управлению образованием. То есть родители никаких забот привезли, детей посадили. Назначили мальчиков, которые помогали чемоданы переносить, те, кто постарше были в группе. Конечно, огромное спасибо Оксане Сергеевне Кутиловой. Она подсказала, как собрать все документы, сформировать. В аэропорту не было никаких заминок. Ну, а то, что уж в самом лагере какого-то отдыха... Это мы перезванивались каждый вечер, СМС-ки, экскурсии. Впечатлений столько, я думаю, что хватит еще на много-много-много дней воспоминаний. В общем, огромное всем спасибо. Те, кто собирается отправлять своих детей, ни минуты не раздумывайте. Крым российский, помимо хорошего отдыха, оздоровления. Это еще и история, которую тоже должны наши дети знать. Поэтому всем хороших впечатлений, хороших поездок и мероприятий.